Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о ситуации на мировых финансовых рынках. Самое время сейчас о них вспомнить в преддверии майских праздников. Ну что ж, тем не менее, рынки на майские праздники не особенно реагируют, по крайней мере, зарубежные это точно. Так что есть нам о чем поговорить. Итак, тема сегодняшней программы прогнозы по рынку акций. Какой будет динамик индексов в мае? А сегодня в гостях у меня на эту тему мы будем говорить с Сергеем Хистановым, управляющим директором группы компании Allor. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. И с Дмитрием Александровым, начальником отдела аналитических исследований национальной группы Универ Капитал. Добрый день, Дмитрий. Добрый. Уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это, всем этим вы можете воспользоваться для того, чтобы позвонить или написать, задать свои вопросы, поделиться собственным мнением на этот счет. И начиная наш эфир, традиционно в это время давайте посмотрим, что же происходит на этих самых мировых финансовых рынках. 15.05 в Москве. Итак, ну традиционно начнем с закрытия американской сессии. В пятницу американцы отторговались разнонаправленно, но вялая динамика, тем не менее, наблюдалась. Доу Джонс вырос, чуть вырос, да, можно говорить на 0,08%, CP упал на 0,1%, NASDAQ тоже в отрицательной динамике на 0,3%. Кстати, все-таки, да, значимая статистика была в пятницу у нас в ВВП, если вы помните, предварительный за первый квартал. Далее, значит, мы смотрим на Азию, она сегодня отрицательной территории, Nikkei 225, простите, потерял уже 0,3%, Shanghai Composite 0,9%. Наши индикаторы сегодня торгуются, простите, разнонаправленно, и в моменте мы видим, что РТС прибавляет 0,1%, а МВБ теряет 0,2%, ну и рубль укрепляется, что вполне понятно. Также Futsi 100, индекс Британии, в небольшом минусе на 0,6%, вот такова картина маслом на финансовых рынках. Значит, на сырье и на Форексе, я посмотрю быстренько, нефть марки Brent 103 доллара за бочку, золото 1470 долларов за унцию, евро-доллар в узком диапазоне 1,3080, у верхней его границы сейчас находится. И основной набор голубых фишек наших сегодня в отрицательной территории, лидер роста ВТБ, обычка 2,5%, на 3% падает рост телеком, все остальные вяло-вяло текущие динамики. Итак, начиная наш ежедневный эфир, первый вопрос тогда, Дим, к тебе, если позволишь. Как ты оцениваешь текущую динамику с точки зрения пятничного закрытия, ну и того, что происходит сейчас? Хорошо оцениваю, потому что, в общем-то, внешние рынки ведут себя абсолютно нейтрально. В США они остаются около исторических максимумов, причем это вторая вершинка локальная. Собственно, от Азии сегодня тоже сложно было бы ждать многого, потому что Япония, материковый Китай — это праздничный день. И я думаю, что в основном вся какая-то интересная информация и, соответственно, движение на российском рынке — это либо сегодня, хотя, в общем-то, тоже статистики не так много, да, из Соединенных Штатов только индекс цен расходов на личное потребление. А вот как раз-таки, когда мы будем уходить на праздники, и будет решение по процентной ставке ФРС, по процентной ставке ЕЦБ, вот тут-то самое интересное. — И рынок труда еще в пятницу, да, до кучи. — Да, пятница рынок труда. Ну, плюс, естественно, безработица, инфляция в еврозоне, то есть все это как бы на наши праздники приходится, хотя биржа будет работать, да, то есть биржа не работает только в первую очередь. — Среду только 1 мая, да, там, по-моему? — Да, 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 но я думаю, что большинство инвесторов это проигнорируют. Соответственно, ситуация, в общем-то, такая выжидательная. — Рынок ждет, потому что, что у нас, мы, в принципе, технически готовы к подъему. У нас хорошие, в общем-то, бычьи технические сигналы есть практически по всем бумагам, по индексу они есть. В то же время по Соединенным Штатам умеренные медвежьи сигналы есть. И в этой ситуации, естественно, все будут ориентироваться за рубежом на статистику, а мы будем, соответственно, ориентироваться на то движение, которым раскроется вот эта неопределенность второй вершины около исторического сопротивления. — Сережа. — Ну, я бы обратил внимание на то, что при всех тех факторах, о которых уже сказали, в течение более чем полугода наблюдается достаточно тревожная раскорреляция. Вот если посмотреть на масштаб немножко больше того, о котором мы сейчас говорили, то где-то примерно полгода наблюдается такая картина. Американский рынок растет, обновляет исторические максимумы, мы стоим на месте. То есть фактически яркий тренд отсутствует. Американский рынок падает, мы падаем сильнее американского рынка. Причем вот такая раскорреляция, она длится примерно полгода, это достаточно длительное время. Поэтому, с одной стороны, да. — Раскорреляция только с точки зрения, что мы не растем вместе с американцами, падаем-то мы вместе с ними. — Да, но при этом вспомните то, что было раньше. Хрестоматийная истина, можно было торговать, и многие годами так торговали, посмотреть динамику Америки, спроецировать ее на наше открытие, чуть выждать и в эту сторону открывать позицию. Ведь на самом деле, там, наверное, уже поколение трейдеров в таком стиле примерно торговало. Но, к сожалению, вот эта вот корреляция, она нарушилась, что достаточно болезненно для многих торговых стратегий. — А что касается вот ожидания, видишь, Дима нашел двойную вершинку, как возможный вариант, ну, не к развороту, а к коррекции. Ожидание и коррекции ты как оцениваешь? — Ну, на самом деле, я анализирую рынок на несколько более длительном диапазоне, поэтому понятно, что мои прогнозы вот в том контексте, который мы сейчас обсуждаем, они, очевидно, не являются самыми надежными. Но вот эта вот пресловутая раскорреляция говорит о том, что как малейшая коррекция на американском рынке выльется в серьезную коррекцию на рынке нашем. — Ну, Дима начал как раз об этом говорить, и если позволите, это, конечно, не совсем может быть разговор о прогнозах по рынку акций, но, тем не менее, техническая сторона медали. Вот смотрите, некоторое время назад мы с вами сетовали по поводу того, что у нас есть как минимум два раза в году, когда мы уходим на большие каникулы, на большие выходные, биржи закрыты, а потом мы догоняем американцев, которые, естественно, наши праздники не празднуют. Год назад, да, начало новогодние каникулы, вот сейчас майские каникулы, наши, так сказать, регуляторы решили ситуацию изменить, но, на ваш взгляд, насколько это целесообразно, Сережа? Вот все равно же ничего не изменится. — Я думаю, что через некоторое время, потому что вот какое бы решение регулятор не принял, обязательно найдутся люди, которые будут его яро поддерживать и не менее яро критиковать, да. Но мне кажется, что все-таки мировой тренд — это движение в сторону круглосуточной торговли. Вот, слава богу, основной объем сделок у нас все-таки в электронном виде проходит, да. Голосовая торговля — это достаточно небольшой сегмент. Поэтому самое правильное — это ввести круглосуточную торговлю без всяких выходных и перерывов, и каждый будет выбирать то время для торговли, для совершения операции, которая ему подходит. — Ну, это логично, но мне кажется, это не совсем технически возможно пока. — Ну, на самом деле, если уж говорить так, то, конечно, да, это было бы самое правильное решение. Другое дело, что это надо будет убедить тех людей в бэк-офисе, да, в депозитарии и в других таких вот технических, там, клиентский департамент, если все-таки с голосом кто-то захочет что-то делать, остаться. Я думаю, что это решаемо там либо двойным окладом, либо тройным окладом, в принципе, на такие периоды. Но, естественно, наш рынок до этого еще не дозрел. — Ну да, я к тому, что здесь не биржа, то ладно, мы с брокеров уговорим. — Я думаю, что к этому будет идти. — Да, к счастью, объем сделок вот в такое нестандартное время мал, поэтому на практике достаточно присутствия одного дежурного сотрудника в каждом отделе. Вот это не такие большие затраты, и более того, опять-таки, вспоминая там относительно недавний опыт, когда были вот во время каникул у всех граждан, работала биржа, естественно, инвесткомпании вынуждены были поддерживать рабочий режим. Я даже помню, как сотрудники, чтобы не было обид, кому дежурить, кому не дежурить, тянули жребий, да. Вот, и, соответственно, никакой катастрофы. — Нет, нет, я думаю, конечно, катастрофы, ну, с точки зрения брокеров не будет, в любом случае им надо деньги зарабатывать. Но биржа-то она же не сможет, ты же говоришь про малую ликвидность, ну... — Дело в том, что вопрос не столько в ликвидности. Да, ликвидность, естественно, упадет, да. Но вместе с тем надо понимать, что если вдруг в это время на зарубежных площадках происходит нечто экстраординарное... — Ну, то есть только ради этого. — Конечно. Это устраняет большие гэпы, которые заставляют либо поддерживать избыточные резервы, либо нарушать управление рисками. Поэтому с точки зрения рисков это бы сильно облегчило торговлю. — Я понял, я понял. — Ну, а возвращаясь к новогодним праздникам, там ведь сделали, да, такую тоже торговлю? — В прошлом году была именно такая ситуация, когда были новогодние рабочие дни у инвесткомпании. Кстати, я знаю, что половина банков, наверное, ну, может быть, не крупных, но половина банков из нижней части рейтинга не работала, то есть, в общем-то, никому это особо было не нужно. — Да, но такая, в общем-то, уже была практика. Это использовалось в этот Новый год, кстати говоря, нам всем дали вольную. — Хотите работать, хотите нет. — Да, да, значит, со стороны регулятора. Но, судя по всему, тренд именно к тому, и об этом, кстати говоря, и биржа заявляла, и раньше, и в этом году, что все-таки цель — это работать именно так, как работают зарубежные биржи. — Естественно, что какие-то отклонения будут. Там 1 мая никто не будет убирать. Собственно, точно так же, как там японцы сегодня праздны. — Ну, 1 мая и в Европе тоже праздник, они там тоже торговаривают. — То есть у Америки есть там выходные свои, да, там День Колумба и так далее. — Ну да, ну да. — Поэтому это решается в рабочем режиме. Кому выгодно, тот и работает. — Подчеркиваю, что задача такая, чтобы мы были в общем тренде, да, чтобы не было неожиданностей в связи с тем, что потом приходится догонять. Я понял. — Хорошо, хорошо, ладно. Значит, у нас осталось немножко времени до новостей. Я еще раз напомню, уважаемые слушатели, мы сегодня традиционно обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках, даем некие прогнозы. Тем более, что май, как известно, месяц веселый. Вот хотелось бы на это еще более детально посмотреть. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом мы продолжим. Итак, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний «Алор» и Дмитрий Александров, начальник отдела «Анелькова». Практических исследований инновационной группы «Универкапитал». Мы, как всегда, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Вопрос такой, уважаемые коллеги. Значит, ну, бог с ними, с праздниками уже. Кто захочет, тот поторгует. Так решили мы. И, тем не менее, на этой неделе достаточно важны, с точки зрения макростатистики, достаточно важных событий. Это Федрезерв заседает поставки, ЕЦБ поставки, ну и рынок труда. Сереж, вот с точки зрения возможных, да, возможных цифр. Мне кажется, что ожидать от Федрезерва каких-то значимых решений пока нет оснований. Причем нет оснований ни для дальнейшего смягчения монетарной политики, ни для ужесточения. Вот. Для смягчения нет оснований, поскольку хоть и вяло, но рост идет, вот, а дальнейшее смягчение, естественно. По поводу вялого роста. Вот в пятницу вышла статистика по ВВП, да, предварительно за первый квартал. 3% ожидали, 2,5% по факту получили. Это нормально, да? Ну, вообще говоря, это нормально. То есть это ниже ожиданий, но для Америки, для развитой экономики, 2,5% это все-таки отнюдь неплохо. Вот. Собственно говоря, реакция рынка и говорить, что рынок не оценил это как нечто страшное, да. Конечно. А вот с ЕЦБ интриги больше. Интриги больше, поскольку ситуация в Евросоюзе четко ухудшается, все основные показатели ухудшаются. Самое главное, растет безработица, соответственно, социальное напряжение. Вот. Возможно, Италии потребуется помощь. Вот на таком фоне вероятность того, что ЕЦБ может пойти на какие-то решения по монетарной политике, естественно, в сторону смягчения, она достаточно велика. Если это произойдет, естественно, это будет достаточно хорошим стимулом для рынка. И совсем такая небольшая интрига, но тем не менее тоже интрига, это возможные изменения в монетарной политике нашего Центрального банка. Понятно, что... А в чем интрига, если уже все ясно более-менее? Ясно, это ясно, но когда и сколько, да. Стратегически вы правы, непонимания ни у кого не осталось, но конкретные цифры, конкретные решения и темп смягчения, это все пока остается за кадром. И тоже вот является некоторой для рынка интригой. Кстати, интересно, что объем репо российских банков вот сейчас достиг исторического максимума. Вот, что вообще говоря, говорит о том, что если будет принято какое-то решение по смягчению политики, это может определенным образом повлиять на экономику. Хорошо, Дим, вернемся ненадолго все-таки в Европу. Ожидание смягчения, снижения процедуровки поддерживаешь ты? Да, да, целиком, я думаю, что скорее всего даже мы увидим на четверть процента смягчения. Единственное, я не знаю, насколько длительным будет позитивный эффект или более вероятно, что это будет такая шпилька вверх. Вот тут, честно говоря, не могу сказать, и скорее это будет уже определяться, наверное, дальнейшей статистикой следующей недели. Потому что очень велик риск, что это примерно как Куе-3. Действительно может оказаться. Вот этого бы, конечно, не хотелось. Можно сказать, что, в принципе, все понимают прекрасно, что снижение на 0,25 процесса в ни о чем. Тем более, что... То есть надо просто отметиться, да, все об этом ждут. Это как-то вот в финансовом рынке ждали. В финансовом рынке он сделал реверанс. То, что это никак не поможет снизить безработицу в Испании, но я думаю, это совершенно очевидно. Но там нарастают и достаточно серьезные политические проблемы. Еврозоне ты имеешь в виду. Дело в том, что экономика еврозона, это, вне сомнения, находится в ловушке ликвидности. То есть вот дальнейшее снижение ставки, вот даже если нулем сделать, да, уже мало что даст, да. И здесь миссия Европейского Центрального Банка, это больше продемонстрировать солидарность и продемонстрировать какие-то действия, чем расчет получить какой-то реальный эффект, да. Вместе с тем нарастает, в общем-то, политическая позиция такой политики в самой Германии. В Германии осенью выборы. Такое ты имеешь в виду вот это смягчение. Да, смягчение, потому что по существу вот это вот многочисленное спасение проблемных стран еврозоны, это отражается в том числе на немецких налогоплательщиках, да. А у партии Меркель нарастают политические проблемы. Вот как существует такая великолепная политическая примета в США, кто победил в Нью-Гэмпшире, как правило, тот становится президентом. Хотя штат вроде бы и не самый большой. Вот точно так же в Германии существует земля Северной Рейн-Висфалия. Правда, она довольно большая. И вот обычно та партия, которая побеждает в этой земле, та партия, соответственно, потом и... Ну, то есть это многолетняя статистика. Получается и канцлер, да. И вот буквально не так давно произошло эпохальное событие, когда партия Меркель проиграла выборы в Северной Рейн-Висфалии. Но проиграла не одной конкретно взятой партии, а коалиции. И теперь интрига в октябре этого года нас ждет достаточно большая. И, соответственно, на этом фоне не исключено, что Меркель, желая там нажить политический капитал, примет какое-нибудь жесткое решение, которое, если не поставит крест, то, во всяком случае, в какой-то мере заставит Европейский Центральный Банк отыграть назад вот эту вот свою политику. Смотри, вот если вернуться чуть-чуть назад, на месяц уже, месяц прошел, да, события в Кипре это не набор очков как раз. Это тоже, абсолютно верно. Истинная причина событий в Кипре это немецкие, внутриполитические проблемы, ХДС, ХСС, Германия, да. Поскольку надо было продемонстрировать своим там потенциальным избирателям, как радеют о их интересах. Дим, ты считаешь, как думаешь, удалось этим мнением показать, да, что вот, если что, мы с жесткой позициями? Вопрос не должен быть ко мне, потому что это вопрос внутриполитический. Я не знаю, что считают в Германии по этому поводу местные жители, избиратели. В принципе, потому что у нас-то такое, в общем-то, восприятие этого несколько двояк. С одной стороны, здесь очевиден, конечно, след из Германии, с другой стороны, там частично могут американские ушки торчать, которым тоже это было бы очень интересно. Очередная волна дестабилизации в Европе на фоне активной потребности в реинвестировании, в рефинансировании своего долга. Это же как раз весенние месяцы, это пик в этом году. И, кстати говоря, на многие годы вперед. Сейчас уже проходят максимальные объемы выплаты американского долга или финансирования, соответственно. Поэтому я думаю, что отчасти да. Единственное, что сделали слишком много шума и заложили бомбу в такое замедленное действие, что по такому же сценарию все-таки можно будет и в других случаях с другими странами пытаться решать проблемы в банковском секторе. Здесь, опять же, Испания сразу выходит на первый план. Там проблемы банки настолько, в общем-то, непонятно, как их решать, кроме дополнительных вливаний на десятки миллиардов евро, что... Ну и потом, наверное, не очень правильно, когда приняли решение, потом начали отыгрывать его. Время назад, понимаете, да. Вот это всегда плохо. Сережа, что ты хотел добавить? Вообще, хотел бы добавить, что, к сожалению или к счастью, это уж вопрос дискуссионный, но совсем игнорировать политические события, к сожалению, в нынешние времена невозможно. Ты имеешь в виду в еврозоне в целом или в принципе? И в еврозоне, и в других развитых странах, потому что вот на фоне развития экономического кризиса вероятность переизбрания правящей партии резко возрастает. Смотрите, почти во всех странах, где проходили выборы, за исключением, может быть, Соединенных Штатов Америки, выборы сопровождались сменой правящей партии и прихода оппонента. Причем, как правило, приходят оппоненты, которые... И причина этому кризис, да? Естественно. Причем интересно, что, как правило, побеждают люди у достаточно левой ориентации. Социалисты, либо близкие к социалистам. А, как правило, и в экономике это правило наблюдается весь 20 век, приход социалистов почти автоматически означает смягчение монетарной политики, рост инфляции. Поэтому вот если раньше финансисты к политике относились чуть высока, часто ее банально игнорировали, и это можно было себе позволить, то сейчас вот так легко относиться уже, к сожалению, нельзя. Ну и два слова буквально еще про американский долг заговорили. В мае ведь тоже, да? В мае, да, последний месяц. После этого формально можно как бы успокоиться. Там, правда, потом в июле будет заседание Конституционного суда Германии о законности ЕСМ как раз-таки, да? Ну, скорее всего, вряд ли его посчитают незаконным. Но, тем не менее, очередная интрига, если ее грамотно раскручивать в информационных рентах, то... Ну да, если преподнести ее, да? Да, да. Это же что значит? Вообще говоря, сомневаться в легальности ЕСМ, это значит сомневаться вообще в работоспособности всего механизма спасения государственного долга в Европе. К чему это может привести? Тут, в общем-то, даже непредсказуемые последствия. Хаос. Хаос. Сереж, государственный долг в мае решается очередной раз, да? Потолок этого, как ты видишь? Ну, с учетом всей предыдущей динамики, скорее всего, решится благополучно. Скорее всего, решится благополучно. Причем даже информационный фон, который мы наблюдаем по этому поводу, косвенно говорит о том, что вот такой жаркой интриги, как это было там чуть более года назад, мы не получим. Соответственно, рынки намного спокойнее все это воспринимают. А пресловутые рейтинговые агентства, они тут попугивают опять? Они попугивают, более того, они обязаны попугивать для поддержания своего собственного рейтинга, да. Но давление на рейтинговые агентства со стороны большинства стран таково, что, скорее всего, они либо совсем проигнорируют этот факт, либо проигнорируют заявление типа пересмотр прогноза рейтинга в сторону негативного. До реального снижения рейтинга большинства крупных стран, скорее всего, не дойдет. Не дойдет. Ты тут не видишь, тоже никакой интриги. Нет, ну, я, по крайней мере, не жду. Отсюда не жду. Ну, опять возвращаясь к тому, что мы уже анонсировали, май, как известно, веселый месяц, ну, в кавычках, наверное, можно поставить. Вот, видимо, мы такой, в попытке, да, повод найти для веселья, в попытке повода. Есть даже пресловутая старая шутка, да, продавай в мае и уходи, там, sell and may and go away, да. Хотя у нас обычно нужно продавать до мая. Их рынок сейчас так получается. А по-нашему обычно либо в середину марта, либо в середину апреля. И потом мы смотрели, да, в динамике, если несколько последних лет сравнивать, да, то вот этот вот сигнал на продажу сначала в мае появлялся, потом в конце апреля, потом в середине апреля. К сожалению, вот такой календарный подход устойчивую корреляцию не дает, и поэтому, ну, максимум это какие-то там моральные ориентиры. Для принятия решения вот такой подход, к сожалению, не годится. Не годится? Нет. Ну, все-таки статистика, как ни крути. За последние, понимаете, вот всегда очень сложно понять, где статистика, а где только вы ее набираете. Где у вас уже куча, где нет. В принципе, по российскому рынку говорить о статистике, если говорить о годах, вообще нельзя. Потому что, что там, история-то вся 20 лет. Если говорить об американском рынке, накладывается много факторов от социальных до военно-политических. Хотя там, в принципе, действительно, эта логика работает, что в среднем вы получали бы больший доход, если бы действовали именно так. Но он не существенно значим по сравнению с основной суммой, с основной величиной. Хотя, опять же, это кто как считает. Всегда специфика расчета очень урожает. В терминах математики достоверность этого коэффициента корреляции достаточно низкая. Плюс, понимаете, очень легко брать индекс, да? Но структура-то индекса, мы же не торгуем фьючерсами вот так, там, с 28-го года. Структура-то индекса меняется, меняются компании. Компанию, которую вы купили в октябре, вы в мае можете уже ее не продать, потому что у вас ее уже нет, ее вообще уже нет. И, к сожалению, вот это как раз тоже начинает сильно корректировать такой прямой расчет по данным закрытия индекса Dow Jones, например, за всю его историю. И получается, что не столь действительно важен эффект мая, хотя мы считали, он есть. Но действительно, я согласен абсолютно, и Сергей правильно говорит, что чисто на этом строить торговую стратегию сложно. Хотя, если это консервативный портфель, то, грубо говоря, уходить на весну и до начала осени в облигации, а потом обратно в акции, последние несколько лет по российскому рынку, да, это работает. А будет ли это работать в следующем году, если смеется, например, политика регулирования, либо начнется разгон инфляции? Это очень большой уже вопрос. Ну, к счастью, к счастью, идея, вообще глобальная идея разгона инфляции, она сохраняется. Более того, часть глобальных регуляторов, вот прежде всего, японский центральный банк, сознательно ведет такую политику, более того, достаточно беспрецедентно он об этом заявляет. Да. Вот, что цель по инфляции там свыше двух с половиной процентов, да. Вот, соответственно, на этом фоне это становится торговой идеей тоже. Я понял. Очень хорошо, новости на Финам.ФМ потом продолжим. Ну что ж, продолжим эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ мы сегодня говорим о текущей ситуации на финансовых рынках. И сейчас поговорим более детально о российском рынке акций, что происходит сейчас на нем, ну и какова будет динамика в ближайшее время, как минимум в мае. Еще раз я напомню, в гостях сегодня Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний Allure, и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инфляционной группы Универ Капитал. Уважаемые слушатели, для вас напоминание 6510-99,6, код Москвы 495. Это телефон студии, телефон прямого эфира и сайт компании Finam.ФМ. Это возможность задать свой вопрос письменно. Ну что ж, вернемся. Вот, Сереж, интересная идея по поводу глобальной инфляции, ожидания глобальной инфляции. Ну, глобальная инфляция, это просто идея, которая позволяет делать ставку на пресловутую стратегию купил и держи. Вот те инвесторы, у кого временной горизонт там не месяцы, а хотя бы лет пять, в принципе, в принципе, там с целым набором, естественно, оговорок практического характера, уже могут на эту идею смотреть. Потому что, посмотрите, вот рынок относительно предкризисных хаев находится достаточно далеко внизу. Не в самом низу, но достаточно далеко внизу. Соответственно, опасности купить на хаях нету, а это главное, что пугают, в принципе, долгосрочных инвесторов. Инфляция, большая инфляция на подходе, может, она через год начнется, может, даже через два, но два это уже совсем. Но начнется точно. Но когда регулятор перед журналистами публично, это вот тоже достаточно беспрецедентный факт. Вот ты про банк в Японии опять говоришь. А другие регуляторы публичных заявлений не делают, но с точки зрения монетарной политики печатают деньги точно так же, вот в этих условиях. Но это интрига только время, когда начнется. Более того, вот я люблю исторические параллели, и сейчас напрашивается классическая, она, может, чуть заезженная, но этого ничуть не менее истинная параллель с такфляцией 70-х годов. Когда западный мир испытывал, с одной стороны, торможение экономики, с другой стороны, довольно сильную инфляцию, ведь сейчас уже мало кто помнит, но по тому же американскому доллару в 70-е годы была инфляция 10, 13, 1 год, 17 годовых. Вы вдумайтесь в эти цифры. Нам сейчас это фантастикой кажется, да? Мы привыкли, что доллар стабильный. И ставка, по-моему, там тоже была двухзначная. 25 на пике. Ставка 25 была, да. Господин Волкер, по-моему, да, принимал решение по ставке. Но для нашей страны это было золотое время. Это пресловутая золотая эпоха застоя, о которой ностальгируют современные пенсионеры. Почему? Потому что оборотной стороной западной инфляции, тут очень важно понимать, что речь идет о западной инфляции, а не о нашей родной рублевой, это почти автоматически перекладывается в высокие цены на энергоносители. Ну а что значит высокие цены на энергоносители для нашей страны, уже даже, наверное, ребенок знает, да? Объяснять не нужно. И вот сейчас, как ни странно, все факторы, которые породили вот то состояние западной экономики, повторяются один в один. И достаточно высокая цена на нефть с перспективой дальнейшего роста. И рост инфляции, она пока не так велика, но она явно демонстрирует тренд к росту. И социальная напряженность в развитых странах, вспомните события в Париже в 68-м году, да? И рост напряженности в арабском мире. Тогда это были арабо-израильские войны, сейчас арабская весна, которая уже стала и осенью, и там по второму кругу пошла. Вот, но все эти факторы, с точки зрения влияния на мировую экономику, повторяются. Ну а дальше не надо быть там пророком, чтобы предсказать, что раз все факторы повторяются, причем в одно и то же время, высокая вероятность, что и результат их действия тоже повторится. Поэтому глобально, да, мы можем, идея купил и держи, исходя из этих факторов, имеет право на жизнь. Дим, ты придерживаешься инфляционного сценария? Ну, в качестве защитной стратегии, да, этот вариант, имею в виду, купил и держи, вполне рабочий, собственно говоря. Если это не гиперинфляция, от которой, ну, кроме недвижимости, мало что, наверное, защищает, то да, конечно. Конечно. Будет ли она или не будет, я не знаю, сложно по времени сказать, но я считаю, что да, она должна быть, потому что не так много осталось инструментов. В принципе, если говорить об аналогиях, вообще очень похожа картина, даже графические поведения индексов. Собственно говоря, вот многие же сейчас не задумываются о том, что нефтяной шок, вроде бы из-за которого западная экономика впала в стагнацию, а потом в стагфляцию. На самом деле, фондовые индексы, и немецкие, и, главным образом, естественно, американские, если посмотреть, впали в боковой коридор гораздо раньше, гораздо раньше, лет на пять раньше, чем был нефтяной шок. То есть, таким образом, вот они как бы, да? Это было, да, и, собственно, я считаю, что нефтяной шок, это не причина, это следствие. Поэтому и сейчас мы видим примерно такую же ситуацию. Вот, собственно говоря, что пугает, что инфляция же тогда не вывела экономики из кризиса, или, по крайней мере, индексы, опять же, она не вывела из кризиса. С ней начали бороться, она резко увеличила денежную массу, денежную базу. С ней начали бороться, она упала, и потом запустили программу роста через кредит. И после этого, в 88-м году, да, мы увидели взрыв на рынке так называемых мусорных облигаций. То есть, это примерно то же самое, чем потом, через 10 лет явились уже даткомы, да? Ну, тогда это был рынок акций, а здесь был рынок облигаций. А в 87-м году, да, это получается, вот, в одной ситуации, ипотечный рынок, да? Это новый виток, то есть, это диалектика чистой воды. Абсолютно верно, настолько похожа. Да, да, но вот, соответственно, если мы будем, да, сейчас ожидать инфляцию, это значит, что мы не будем иметь возможность очень много заработать. Это подготовительный этап к следующему, возможно, заработку. Но для рынка акций, как минимум, защититься от нее мы акциями, наверное, сможем. Вот здесь, честно говоря, у меня однозначного рецепта нет. Не совсем согласен. Дело в том, что не совсем согласен с временными датировками. Я проводил аналогию с периодом, в разных странах немного по-разному, ну, примерно 68-й год начала и где-то до 81-82 года, вот с этим периодом. В этом периоде, вы правильно заметили, фондовые, почти все мировые рынки, кстати, не только фондовые, это касалось и валютного, и товарного, и процентных ставок, колебались в широком диапазоне, колебались в широком диапазоне. И причем интересно, что период этот длился достаточно долго, да. А как только этот период закончился, вот здесь мы и получили звездный рост рынка, который позволил инвесторам очень и очень хорошо заработать. Сейчас, вот если ориентироваться на 2008 год, как вот философское подобие 68-го года, ну, с тучей там оговорок, что эпоха, естественно, другая, то, в принципе, мы уже значительную часть вот этого времени, вот, уже прошли. И, соответственно, мы подходим ко второй половине вот этого периода колебания в широком диапазоне. И, в принципе, это, как бы, один из поводов, ну, скажем так, набирать позицию уже. Ну, и если вернуться опять к гиперинфляции, к рискам, да, этой самой возможной инфляции, все-таки убежище есть какое-то от этого мероприятия? Кстати говоря, вот, да, говорили о недвижимости. Я сейчас вот на вскидку не вспомню автора, попадалась мне американская работа, где человек провел сравнение, вот, в качестве защитных от инфляции инструментов фондового рынка и рынка недвижимости. И, причем, он мерил десятилетиями на больших горизонтах. Забавно, но доходность оказалась очень похожая. То есть, если мерить там на несколько десятилетий, то доходность на американской недвижимости и американских акциях, очищенная от инфляции, получилась сопоставимая. Акции обогнали буквально на пару процентов годовых. Акции конкретные какие-то, да, или широкий диапазон? Ну, широкий диапазон, скорее всего, использовался либо СНП, либо, с учетом того, что он не всегда существовал, похожие по ширине индексов. Ну, я понял, я понял. То есть, в данном случае, да, они как бы похожи, не нам показывают. Похожи, но акт он партизанам. В российской недвижимости сейчас, в настоящий момент, опять-таки, я не специалист по рынку недвижимости, ну, я просто знаю, сколько она стоит в Европе, да, в частности, в Германии, да. Она выглядит переоцененной. Для справки, в такой не самой дешевой стране, как Германия, квадратный метр эконом-класса недвижимости стоит порядка там 700-800, ну, 1000-1200 евро за квадратный метр. Это чаще дешевле, чем даже в городах-миллионниках российских. Я не говорю про Москву и Санкт-Петербург. Поэтому, в принципе, я с Дмитрием согласен, что недвижимость, это, да, защита от инфляции. Но мне кажется, что момент для вхождения в нее сейчас, ну, точно не самый благоприятный. Это да. Ну, и последнее, да, я сам уже озвучу. Традиционно спасением от инфляции еще и считается драгоценный металл, ну, золото прежде всего. Вот, учитывая последние события на рынке золота и вопросы, которые часто, так сказать, поступают нам в эфир, что ждать? Будет ли он, во-первых, спасать от инфляции этот актив, да? Является он по-прежнему защитным, ну, и чего от него ждать? В ближайшее время, скорее всего, спасать будет. Скорее всего, спасать будет. Но для людей, которые собираются серьезно вкладываться в драгметаллы, рекомендую посмотреть на график того же самого золота года с 1981 до 2000. Потому что, да, золото спасло от инфляции, но при этом бывают периоды, когда оно падает в цене, причем падение там с 1981 по 2000 составило примерно в два раза. Если добавить инфляцию по доллару за 18 лет, то можно считать, что и все в 4, да. И представьте, что вы купили, инвестировали в золото и 18, там, 19 лет ждете, да. Но, к счастью, вот такой период падения цен на золото, он обычно коррелирует с общеэкономическим ростом. То есть это произошло на фоне стратегического роста мировой экономики. В условиях же, когда мировая экономика не демонстрирует тенденции к росту, эта опасность смотрится как несущественно. И вот существует хорошая поговорка по поводу инвестиций в золото. Золото хорошо тем, что любит плохие новости. А поскольку недостатков плохих новостей мы не наблюдаем, то золото вполне себе нормальный защитный актив. И в нынешнее время то же самое, да? Сказал бы про серебро еще. Давай, про серебро. Ну, в принципе, можем все платяноиды. Собственно говоря, здесь абсолютно то же самое. Можно платяноиды тоже, но платяноиды просто немножко менее ликвидны, они подороже. А серебро позволяет иметь слиточек, да, вроде бы, существенные за небольшие деньги. То есть, грубо говоря, порог входа физическое серебро меньше. Физическое даже, да. Если говорить о фьючерсах или о ETF, то здесь, опять же, мне тоже интересно серебро, может быть, вместе с золотом. Почему? Потому что, если смотреть на исторический спред, да, то сейчас он в пользу серебра. Сокращение его по отношению к золоту. Немного, но в пользу. Сейчас ты имеешь в виду вот в конкретный момент, да? Конкретный момент. Последнее падение золота упало меньше, если процент смотреть, чем серебро, а восстановилось больше, чем вот за последние несколько дней. Я говорю не о дневных интервалах, я говорю о глобальных. Кстати, нужно добавить, что вот сравнивая золото и серебро, нужно заметить, что серебро гораздо более спекулятивный актив, чем золото. Поэтому, если человеку хочется, помимо долгосрочных вложений, возможно, там, поспекулировать на каких-то отклонениях, то серебро для этого подходит гораздо лучше, чем золото. Но в этом случае не физическое, конечно. В случае это должен быть контракт. Ну, а если говорить о физическом, там есть же у нас, да, мы все время говорим некие, ну, для частного инвестора некие минусы, связанные с высоким порогом входа и налогообложением. Ну, на самом деле, существует много инструментов, диапазон широкий, существуют и совсем простые вещи технические, это обезвлительные начинные счета. А если человеку хочется физического, то тут надо понимать, что спреда по физическим металлам гораздо больше. Хотя, вот, в качестве экзотика, ну, как бы, кому-то, может быть, будет интересно, существуют ETF-ы фонда, где, как вариант, можно получить свой пай в натуральном виде. Вот, в частности, по-моему, кто-то из коллег мне говорил, что на немецкой бирже, на Deutsche Börse, торгуется ETF, где при желании можно приехать во Франкфуртомайне и получить там этот свой брусочек, да, и насладиться его внешним видом. И дополнительных расходов при этом я не несу, я только вот... Да, 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 да. То есть там депозитарии находятся во Франкфурте, и по желанию инвестора можно получить, вот, ну, естественно, целое число своих паев, да, в виде физического металла. Это скорее возможность там потешить самолюбие, там насладиться. Вот я хотел, да, да, да. Это больше психология. Но, тем не менее, кого-то может это и привлечить. Ощущение спокойствия. Ну, в кризисе это тоже важно, чтобы голова лучше работала. Хотя, опять же, скажем просто, безотносительно текущей ситуации, но когда кризис очень глубокий, и уже вопрос о том, что покушать, то тогда золото идет один к одному к хлебу. Ну, и в данном случае оно решает эту стратегическую задачу, оно спасает, по большому счету. Сейчас еще раз у нас новости на Финам.ФМ послушаем, ну, и будем отвечать на вопросы. Ну, что ж, последняя часть эфира, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании Allor, и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований институтной группы Универкапитал. Нам осталось ответить на несколько вопросов, ну, и вот эти пресловутые прогнозы, хотя я, наверное, предположу традиционно, неблагодарные это занятия, да, Сереж? Не любите вы это дело, но куда деваться у вас в профессии такая? Нужны прогнозы. Причем забавно, да, что профессиональный аналитик, он от непрофессионала, видимо, чем отличается? Что он прогнозирует все время так, что все варианты развития событий обязательно, да? К аналитикам отношусь достаточно злобным юмором, да, поскольку сам аналитиком не являлся и не являетесь. А, ты управляющий директор и практик, собственно, о чем речь-то, да? Извините, начальник отдела аналитических исследований, ты тоже есть практик? Практик. Я к юмору привык. Ну, это нормально. Итак, смотрите, у нас есть вопросы. Андрей пишет. Добрый день. Как, на ваш взгляд, отреагируют акции банков на снижение, вариант, не снижение ставки ЕЦБ? Акции банков на снижение и снижение ставки ЕЦБ. Я, честно говоря, думаю, что реакция будет здесь общерыночная средняя. То есть мы мы не банковский сектор... Нет, если уже говорить о банках, тогда это идея ВТБ сейчас. Если у вас эти акции были на пятницу, то вы можете воспользоваться преимущественным правом, продать сейчас порядка до 28% от того пакета, который у вас был, и весь его предъявить в рамках преимущественного права. Вот вам арбитражная модель, там, порядка 10, ну, чуть меньше 10%. Дим, кстати, если можно, да, чуть поподробнее, да, потому что СПО, опять мы видим ситуацию с акциями ВТБ, на этой идее, да, что-то там они растут, падают. Если можно поподробнее сказать. Суть в том, что, да, действительно объявлена доп. эмиссия. Все те инвесторы, которых эти акции были на конец этой пятницы, значит, 26 апреля, да, имеют право участвовать с преимущественным правом в доп. эмиссии. То есть, если они захотят купить пропорционально собственному участию в активе ВТБ еще его акции, они в любом случае эти акции получат по заранее известной цене 4,1 копейки. Соответственно, если сейчас они продадут часть этих акций, а при этом известна доля, которую они получат, потому что объем доп. эмиссии примерно около 28% от общего текущего капитала. Вот этот объем от собственного портфеля акций ВТБ они могут получить по этой цене 4,1 копейки. Соответственно, если сейчас они по рынку продадут выше, а цена текущая выше, и предъявят в ВТБ требования об участии, о реализации преимущественного права, то они получат арбитраж 4,1 минус та цена, которую они сегодня продадут. То есть они даже не несут рисков изменения цены в будущем. А на чем сегодня растем тогда? Ну, я имею в виду акции ВТБ. Ну, вот это хороший вопрос, не буду озвучивать куда, но, в принципе, сама по себе идея очень любопытная. Потому что пятница, естественно, закончилась тем, что, ой, где бы найти фьючерс, надо фьючерс ВТБ зашарить. Это везде. Все дески были полны одним и тем же. Сегодня мы растем. Хотели люди с утра шартить и так далее. Мы растем. Поэтому куда вопрос, я не знаю, куда его адресовать. Кому вопрос ты имеешь в виду? Вот как ни странно, кому непосредственно вопрос адресовать действительно достаточно сложно ответить на это. Но вот некоторую идею, которая, может быть, объясняет причину этого необычного роста, потому что теоретически все ждали обратного режима, возможно, кроется в следующем. Среди якорных, так называемых, инвесторов СПО серьезные, суверенные фонды достаточно серьезных стран. Причем стран, которые весомые производители углеводородов в мировом масштабе. И, возможно, сама эта сделка имеет цель заложить основу для каких-то будущих, нам еще не озвученных проектов. Весьма вероятно, что эти проекты оцениваются достаточно позитивно. И в связи с этим мы увидели противоречие. То есть при цене, которая ниже объявлена, тем не менее цена растет. Но здесь вопрос просто на чьи деньги? На наши или на внешних инвесторов? Ну, сейчас, учитывая СПО, то здесь формально это точно на деньги внешних инвесторов. Да, и поэтому можно объяснить, или деньги-то это серьезные все-таки, да? Тут как бы спекулятивная некая такая вот идея. То есть, скорее всего, мы просто не видим, пока еще не является эта информация публичной, вот как имеют, скорее всего, имеются какие-то договоренности или проекты договоренностей о каких-то масштабных нефтегазовых проектах. Куда они заходят в обмен на дополнительные увеличения своих инвесторов. Да, да, да. И сейчас, логично. Ну, да. Еще один вопрос. Ваш взгляд, уважаемые аналитики, на акции металлургов и электроэнергетиков? Ну, я думаю, выбор этот, да, не случайный, наверное, вписок. Ну, причем, значит, наш слушатель уточняет на период мая, но, я думаю, не стоит, наверное, ограничиться только майским периодом. Ну, до конца года давайте, Сереж. Ну, с электроэнергетикой все плохо, да? Да, отвечать легко, потому что все плохо. Причем плохо, опять-таки, стратегически, и более того, когда станет лучше, совершенно неясно. Потому что глобальная проблема российской электроэнергетики, которая заложена не вчера и будет действовать еще не завтра, а гораздо дольше, это то, что, когда реформа анонсировалась, были определенные преференции по либерализации рынка, тарифов и так далее. Причем серьезные в мировом масштабе энергоконцерны под эту идею заходили в нашу электроэнергетику, вот, вкладывали значительные деньги в модернизацию там некоторых энергообъектов. А в дальнейшем вот эта идея не реализовалась. Соответственно, регулирование осталось жестким, вот, темпы роста тарифов меньше, гораздо меньше обещанных. А сейчас их еще уменьшить. А сейчас, среди кризисными явлениями, там, событиями последних, последнее времени, это еще жестче все будет сделано. И, соответственно, перспектива возврата, получения возврата своих инвестиций, там, отдачи, резко ухудшается. На этом информационном фоне я бы рассматривал акции электроэнергетики исключительно в спекулятивном плане, с коротким временным горизонтом. То есть, вот, эта идея, когда вам все равно, что это за компания, вы торгуете фактически картинку на мониторе. Цену. Да, вы видите какую-то ситуацию, возникает у вас чисто техническая, абсолютно вне связи с фундаменталом, торговая идея. Если эта идея вас удовлетворяет, вы в ход там совершаете сделку. Я понял. Я понял. Ты как смотришь на это? Я согласен, да, примерно так же. И здесь одна проблема, что в этих бумагах никогда не понятно, где дно. Грубо говоря, уйдет ли Росгидра ниже минимума 2008 года или не уйдет. При том, что, в общем, не очень понятно, почему ее туда нужно продавать. Очевидно, что был выход, и сейчас вот мы видели тоже выход, стратегических, западных, скорее всего, денег, которые сильно разочарованы. Естественно, что от этих уровней будет отскок. Когда он будет, не очень понятно. Естественно, что деньги, скажем, те же самые пенсионные деньги, деньги государственные, да, если так все целиком это назвать, туда будут тоже заходить. Просто это будет не очень большая часть, но там и ликвидность сильно упала. Поэтому интерес во входе есть. Если увидим за май еще просадку там процентов на 10, вот я уверен, что, грубо говоря, она будет к концу июля выкуплена. Скажем так. От текущих уровней не знаю, будем ли мы сильно выше, не сильно выше. Это если сейчас будет законодательно оформленное решение о снижении темпов роста тарифа, что, скорее всего, будет сделано. Тогда, я думаю, что там будет очень медленное восстановление, там не л-образное, а такое вот, ну, такая легкая В, но очень слабозаметная В. Вот что-то в этом роде. Легкая, но очень плавная. Очень плавная, да. Я понял. Сереж, металлургов, если можно, нас лучше, пожалуйста. Ну, если говорить о металлургах, то, в принципе, глобальный тренд на снижение стоимости металлов, он, в принципе, никуда не делся. Он в силе. Вот, он в силе. Более того, вот если речь идет о цветных металлах, то некоторые, даже российские производители уже получили ситуацию, когда себестоимость выше продажной цены. В частности, там, укоротили смены, там, остановили производство на некоторых заводах, да. То есть, флагманы отрасли чувствуют себя нормально, а вот все предприятия, у которых там себестоимость выше, уже начинают испытывать трудности. Вот. Соответственно, в этих условиях ждать там какую-то сильную, вот, фундаментальную динамику в этих акциях нет оснований. Вот. Но, опять-таки, это никак не отменяет какие-то спекулятивные идеи, чисто технические, еще раз повторюсь, тем более, что, в общем-то, во многих акциях металлургов имеются и достаточная ликвидность, достаточно узкие спреды, что, в общем-то, делает их хорошим объектом для чисто технической торговли. Для спекуляции, да, можно даже так сказать. Дим, что ты по металлургам? Кстати, наверное, стоит вспомнить и Китай, его силищу, его потенциал, может, он как-то вытащит наши металлы? Ну, собственно говоря, вот на том, что не реализовались ожидания по силищу Китая, мы так и упали глубоко все. Потому что это как раз-таки секты, где падали не мы одни, там, Рио Тинта, посмотрите, падало примерно так же, только медленнее. То есть как раз вот случай классической высокой беты для металлургов и еще более высокой для российских, ну, что, так сказать, суверенной, да, суверенной беты для российских. Специфики некой. Да, поэтому, естественно, что если Китай выходит вдруг по второму полугодию на темпы роста экономики выше 8,5, например, за счет чего-то, неважно за счет чего-то, особенно хорошо, если за счет урбанизации, да, что я уже в это не очень сильно верю, но тем не менее. Тогда, конечно, это очень большой рост спроса и на медь, и на сталь, на арматурную сталь, на прокат, все будет хорошо. И мы увидим сильное восстановление, потому что металлурги и с технической точки зрения, и просто если посмотреть на то, на объемы даже, да, они показывают, что они готовы к отскоку. И по многим бумагам уровней, извините, 2005 года, тоже можем посмотреть цены на сырье, которые были тогда, в принципе, они адекватны. То есть как просто инвестиция в рынок акций, это более-менее понятные ценовые уровни. Но просто надо понимать, что если не будет восстановления в темпах роста в Китае, прежде всего, то рассчитывать на... Поддержать просто некому. Да, практически, да. И как на Китай, это смотрит? Относительно Китая, там, за то время, которое осталось до конца передачи, наверное, не стоит даже начинать эту дискуссию, мы точно не успеем. Но хотел бы обратить внимание на такое вот свойство металлургических компаний, которые так несколько выделяют их на фоне других, это достаточно людное производство. То есть количество сотрудников, людей, персонала на единицу выпущенной продукции, металлургов заметно больше, чем в газовом секторе, нефтяном и так далее. Поэтому, соответственно, динамика металлургического сектора достаточно заметно отражается на динамике розничных продаж, на всем, что связано с потреблением. Особенно вот в тех регионах, где они сосредоточены. Я понял. Ну и последний, наверное, самый нелюбимый вопрос для аналитиков, и не только для аналитиков. Вот пишет Андрей, индекс ММВ на конец мая 1450 или 1250? Ну он решил, видимо, немножко над вами поиздеваться, в хорошем смысле слова. Если брать вот нынешний его курс в середине этого диапазона, то вырастет он или упадет до конца мая? Мне как-то больше верится в 1270. Ну нет, я понял. Главное направление, да, либо он упадет все-таки до конца мая, либо... Ну, мне кажется, да, что сейчас будет пока ложный выдерг вверх, и потом мы все равно сходим вниз. Я не уверен, что настолько глубоко, но 1270 как нижняя точка. И рост уже потом. Я думаю, что индекс не смотрит на календарь, поэтому сказать там его значение наконец-то трудно. Но философски в пределах месяца, скорее всего, вот будущего месяца, скорее всего, мы увидим боковое в основном движение, да. Вот не очень широкий такой боковик. И в плане торговых стратегий надо смотреть на спекулятивные стратегии с не очень большим временным горизонтом. С временным горизонтом, вот, ну, на мой взгляд, не длиннее там дней или максимум там одной-двух недель. Я понял. Опять то, что ты говорил, да. Чистая техника. Фундаментальных, да, особых предпосылок нет. Надо смотреть, как цена движется и выстраивать позиции. Абсолютно верно. Огромное спасибо, уважаемые гости. Напомню, сегодня в студии Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании «Алор», Дмитрий Александров, начальник отдела антритических исследований индиционной группы «Универкапитал». Мы обсуждали сегодня текущие ситуации на финансовых рынках. Уважаемые слушатели, напоминаю, у нас еще будет завтра с вами прямой эфир, ну, перед этими самыми великолепными длинными праздниками. Поэтому мы еще поговорим о том, чем же земля российская дышит. Всего хорошего, спасибо за внимание. До свидания, до завтра.